да 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 забыл сказать всем привет с вами канал артмания четко накрывать такую штучку вчера купил за 83 рубля рубль буми я думал кстати что она будет длиннее моих волос но нет казалось что волосы мои будут длиннее этой штучки так немножко тут она внизу торчит мне не очень нравится с фиолетовым с темненьким в принципе нормально такая прикольная штука еще парочку таких вот прядей накупить так вот тут 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 и сразу такие волосы пышненькие красивые а то все повыпадали уже ну как-то да так смотрится сегодня волосы что-то особо пушатся совсем некрасивые как вчера например сегодня сейчас мы с вами пойдем завтракать снова всем приветики сегодня я решила позавтракать вместе с вами мы сегодня с вами будем завтракать но сначала хочу попить свой латте я еще кстати туда добавила сахарку и он получился обалденно вкусный вот я думала то что мороженое сладкое вот достаточно на самом деле нет это у меня небольшой такой срачебник потому что мне надо сейчас позавтракать очень быстро и уже скоро скоро вот-вот уже убегать да сегодня завтракать мы с вами будем я уже открыла такое вот штуковина бурита с копченой курицей ну как то она вот так выглядит она была кстати со скидки потому что окрасно лежит 5 дней но как бы мне ничего не будет от того что она даже если лежит ну не 7 суток срок годности даже если она лежит 7 суток 8 суток 9-10 суток мне ничего вот этого не будет у меня не будет отравления то есть ничего не будет мой организм это воспримет как обычную еду я это знаю вот поэтому она была со скидкой так она без скидки 140 стоило по моему а со скидкой 74 вот мы будем ее кушать правда ее нужно разогреться но ну ладно вот и также я еще планирую потом покушать мне нужно докушать тут фасоль такую вот я мама мне подарила дала вернее моя цена кстати очень вкусная очень мягенькая я думала сделать обзор но вчера я так сильно есть хотела что мне было не до него и также у меня печень трески на нее уже обзор была вчера я так сильно устала что не стала ей перекладывать подумала что может быть может я ее съем вот и также я хочу попробовать еще сегодня наверное вот такую вот штучку это я вчера купила рубльбом и она заваривается только на один стакан который у нас сейчас посмотрю 170 миллилитров то есть даже не 340 по моему потому что вот этот у меня стакан 340 по моему около 300 а 170 то есть если вы захотите на полтора литровую бутылку то наверное таких придется купить довольно много вот и также хочу попробовать с вами вот такую вот штучку это тоже купила рубльбомер когда я покупала вообще думала что вот это вот это вот это вот и есть чай ну не знаю как в советские времена помните были вот такие чаи я помню моей мамой их было что она такая длинная целая коробка их прям вообще было много или даже две коробки мы их заваривали правда редко заваривали пили а потом в какой-то момент мама все это собрала сложила в помойный пакет и сказал что все это выкинет и мама с чем это же вкусно это химия зачем вроде и все меня так жалко я помню тогда было давай хоть это несколько оставим она нет нет не надо не помню по моему что-то одно оставили я попробовала еще раз и поняла что это невкусно совсем моя мороженка уже растаял как вкуснятина как в кафе да кстати наверно вы заметили то что у меня стол стоит в другом месте стена то есть стол стоял вот здесь вот да и когда даму с вами пошел раз болтушку у нас была камера то есть стоял с этой стороны я сидел там теперь вот все по-другому тут у меня небольшой срачовник не обращайте внимание все стоит по-другому потому что нам в прошлый понедельник должен был приехать холодильник который мы уже заранее оплатили но эльдорадо подумала что все это фигня подумаешь что люди оплатили ну зачем все это короче эльдорадо все холодильники продали и естественно продали наш холодильник оплачиваемый не знаю как они там пробовали или их может быть уже тогда не было на складе ну не знаю нам девушка позвонила сказал что на складе они есть все супер вот наступает тот день когда должен приехать наш холодильник мы все дела отодвигаем ждем целый день время шесть никого нету вечером я звоню по такому-то говорю адресу когда привезете холодильник парень отвечает нет говорит не привезем они закончились остался только один витринный образец мы его не привозим представляете то есть мы ждали две недели оплатили шестьдесят восемь тысяч рублей то есть не десять тысяч не пять тысяч а полную сумму холодильника и плюс то что чтоб его вот затащили поставили старый вытащили то есть вот это вот там подрегулировали вот две недели ждали и конечно за эти две недели холодильники поднялись на десять тысяч это вообще это что-то было и плюс его еще не привезли ну слава богу лидорадо деньги отдали без проблем вернули на карточку все супер слава богу потому что он блин знаете с этой рады связываться нет а потом еще вернее когда ждала думаю да это поищу номер телефона а не номер телефона держи я а хотела поискать во сколько обычно приезжают грузчики что ли а до скольки работают грузчики до скольки они приводят хотела поискать и наткнулась на отзывы таких же людей которые лидорадо кинула их вообще оказывается куча зашла в контакт а там все пишут с разных городов из самары точно так же все пишут мол вы что творите мы ждем там свою технику оплачиваем заранее да а вы не привозите это оказывается вообще по всей россии видимо так лидорадо у меня шок был просто вот мы уже наверное с понедельника сегодня уже пятница у меня да пять дней пять дней у нас стоит вот так стол это это очень сложно на самом деле потому что плита находится там но я почти на ней не готовлю но все равно ну как бы ладно тут вот помыть я пойду да ну здесь вот взять ложки я вот его все боком сейчас подвинул потому что мне там ложки брать неудобно а куда-то их переносить я не хочу мне нравится там вот мы вот так вот бегаем туда-сюда туда-сюда ну и конечно посудомоечная машинка тоже не очень удобно тут уже стол такой торчит стиральную машинку вот я вчера стирала или там было вчера тоже не очень удобно стол мешает но зато кстати получается какой-то некий как смена обстановки и какое-то ощущение внутреннее ощущение совсем другое получается какое-то что-то новое что-то по-другому да ты как бы мучаешься там пытаешься тут сложно залезть тут сложно залезть но это вот как-то вот что-то такое необычное потом стол вернется на свое место я знаю что допустим с утра сделаю также кофе лотте да сяду так скажу блин как класс вот блаженство с сахаром оказывается гораздо вкуснее я этого делаю без сахарника немало что ж такое мороженое что я так мало добавляю почему не получается такой же вкус как в кафе в пекарне что ж такое авто в пекарне купила мне дали на таких длинненьких пакетика сахара я думал что это уже там уже там внутри есть сахар я пришла домой а я добавила свой сахар эти оставила не знаю зачем я их там оставила блин это вкусно потом я эти пакетики добавил сюда в такое же вот латте блин это тоже вкусно кстати вчера вечером я пробовала пила кисель что-то не знаю почему в последнее время меня очень сильно потянуло кисели и в принципе ребенку меня тоже я думал что ему не понравится скажу какая гадость и ночь и какая-то там непонятная комочки там чего бывают от раньше помню садика доходил там комочки вообще мне попадались всякие не проработные рефлексы за них был очень сильный терпеть не могла кисель сейчас потянула вот это я покупала рубль буме эстетика вкуса у меня всякого фигни короче целый такой вот мешок для сикисея и жиле я тут вишневый узнать все честно пишешь не черешни антишин да честно по вкусу вишня вот чуточку чуточку чувствуется вот капельку хочется найти хотелось мне указать его взять там сок 0 взять прям вишню вот так стакан прям выдавить и все это перемешать не так хотелось здесь 30 грамм по-моему до стоил 10 рублей всего лишь то есть обычно стоит 15 20 25 то есть вот так вот за пакетик ну блин торга а брать целую такую большую я не хочу потому что наваришь целую кастрюлю я уже так пробовала по итогу никто пить не будет все попью чуть-чуть вкусно-вкусно-вкусно типа ну и все ну и ладно вот поэтому так проще ну и значит меня особо как-то с лишней я думал попробовал специально упаду сегодня еще раз в рубльбом и хочу купить еще вот эти вот прятки не очень прямо не понравится очень синенькая была хочу синенькую купить может там надо посмотреть по карте в городе может взять рубльбом еще есть и может быть еще найти такие вот и думал заодно купить но нет наверно я не буду покупать принципе я там в этом пакете еще есть другие попробуем распробуем не значит мне не как-то так не хватает вкуса может потому что дешевые за по-моему с ребенком пробовали расскажу точно пробовали ее или нет вот такую она стоила 19 рублей магазин ближний ближний по моему до такой магазине обычники такой знаете напоминает какие-то первые супермаркет послесоветских времен как-то так вот они напоминают такая здесь упаковка там классные все по-моему вот он был вкусный не помню его мы пробовали или нет он был такой про вкусненький нам очень очень понравился такой более как кисель такой такой немножко тягученький такой прямо а тут он более такой жизненький немножко ну 10 рублей 19 тут бы вообще по-моему со скидкой без скидки он 25 на стоит здесь два вкуса и упаковка такая хорошая ну жиле конечно это мы купила всяких а вот это кстати жиле вот это она обалденно вкусная стоит она рублей 25 наверное в перекрестке по-моему даже со скидкой я что ли покупал как-то раз на его быстро кстати сейчас стали заканчивать такие времена когда в охапку надо унести весь магазин домой принести то стали заканчиваться так не знаю с апельсиновым обалденный вкус но опять же получается так что без порошка много то есть нужно добавить ровно там что-то пол стакана здесь то есть сколько а 200 миллилитров воды то есть 200 всего лишь так много здесь всего лишь двести я думала сейчас разведу там порошок на несколько там на огромный таз да и вот так вот там разднули на огромный таз ладно это я уже просто так говорю да хотя бы на большой стакан да то есть и вот по таким вот штучкам просто так вот разолью там отправлю холодильник потом достану вуаля а тут у нас оказывается вкусняшка я думаю вот так это будет но и 45 грамм довольно дороговато мне кажется хочу дешевле хочу дешевле хочу их много прям много вот там ну апельсины я люблю апельсины да конечно можно сделать самим ну это заморочено это сложно а я все-таки лентяйка в последнее время я начинаю ощущать что да я лентяйка становлюсь что-то вот такое вот жеремня начинает становиться сделать лень например ну который можно реально купить купить довольно неплохого качества там не знаю еще что-нибудь нет подождите тут еще салфеточка была вложена правильно будет вот так вот вот так вот делать не надо об этом об ноге об себя кстати это очень сильно работает на самом деле когда подходишь допустим к человеку да вот я проверяла своего мужа вот подходишь говоришь не делай так не делай так не надо мне не нравится да то есть это бесполезно он все равно так делает а вот когда вот подводишь его там что нибудь показываешь да вот например вот так вот вытирать руки не надо надо вот так... Kot인데 реале понимает он понимает и потом так не делает то есть это реально работать я с ребенком пробовал это реально работает ну по сути ну как нам всегда кажется проще сказать то что ну блин не делать так мне так не нравится. И всё-таки подумаю, блин, действительно, мне так не нравится, я не буду так делать. Голубь прилетел. Даже голубь прилетел на моей послушке. Обычно, кстати, не прилетают. Очень редкость большая, когда прилетает именно голубь, и он сидит там. Он сидит, знаете, такой сидит, и у меня лежат там два грейпфрута, таких огромных. Такое ощущение, как будто это его большие яйца, которые он охраняет, на которых он сидит. Вот. Так, ну ладно. Что-то он прилетел странно. Вот. То есть, ну, не знаю, я такой человек, если мне, допустим, что-нибудь скажут, там, Наташа, ну, мне не нравится, допустим, как-то делать, там, не говори, допустим, мне никогда вот это. Я не буду говорить, если человеку это неприятно. Я люблю, знаете, когда вот человек улыбается. Вот, допустим, у меня подружка, мы гуляли, я ей веселю, она улыбается, мне от этого приятно, мне здорово от этого, мне нравится. Так, ну ладно, что с вами? Давайте будем кушать. Такой прям горький-горький. Так, ну что, давайте попробуем его заварить, что ли, да? Здесь горячая вода. 170. 170 миллилитров. Блин, это не туда и не сюда. 200 миллилитров? Ну да. 200 даже отмерить проще. 170. Фиг знает. Ладно. Так, ну вот я села, навелась сюда, в такой маленький стаканчик. Ага. Разрывается, кстати, хорошо. Пахнет, знаете, как будто сожженный, вонючий матрас с пластмассой. Что такое? Я купила такие две штуки. Хотела взять больше. Сейчас попробуем. По цвету, кстати, как чёрный чай с лимоном. Ну да, по цвету, кстати, подходит. Ну ладно, пускай чуть остывает там. Я уже разогрела свою... Буррито. 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 Кстати, мне кажется, что тут должно быть всё-таки две. Так-то буррито. Буррито. Так, у нас там должна быть скопчёная курица, овощи, то есть помидорка, перчик. Казар красный даже, пекинская капуста и всё, что ли. Лук. Ну тут красиво, кстати, нарисовано так. Не знаю, что там внутри. Развернуть, не развернуть, не знаю. Давайте развернём, что ли. А, ну ладно, она сейчас увидится. Такой беленький прям. Ай, обалденно пахнет. Реально чувствуется мясо, прям такой мясо, вкус мяса копчёного. То есть, вот знаете, вот как-то в Магните, по-моему, что ли, несколько лет назад, муж покупал такие, то там лаваш был жёсткий. Вот, реально, прокусить было сложно. Ну и как-то там было всего довольно очень мало. Оно было суховато. Я даже вчера купила маленький такой вот небольшой майонезик. У меня уже руки были заняты для большого майонеза. Уже нести я не могла. Я взяла такой маленький, небольшой, за 34 рубля. Думаю, вдруг он сухой. Думаю, не помню, дома есть майонез, нет. Помню, что заканчивался. Кстати, оказалось, что есть майонез. Очень вкусно, кстати, мягко. Мясо прям очень мягкое, оно прям нежное. То есть, ну, здесь, по-моему, курица. Да, с копчёной курицей, но всё равно, очень замуж. Копчёная курица всегда мягкая, да? Напишите в комментариях. Кстати, напишите, что вы сейчас кушаете вместе со мной. Тоже, может быть, такую же вкусняшечку или нет. Кстати, я ещё не дошла до огурца с помидорами, которые тут нарисованы, и лука. Пока что я вижу только курицы. Много, достаточно много курицы, морковку жареную. Да, жареную морковку. И ощущаю остроту. По-моему, даже какой-то красненький, что-то в виде перчика я здесь вижу. И что-то ещё, не пойму, что это такое. Как будто, знаете, что-то жёсткое. Как тёртый картофель, что-то длинное, такое по цвету похоже. Не знаю, что это. Ну, капуста же. Или лук. Может, это лук. Может, это лук? Не знаю. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 одна такая во всём мире. Ну, а потом выяснилось буквально, наверное, за этот год, нет, не за этот, за прошлый год выяснилось, что оказывается таких людей, как воспитывали меня, очень много. И то, что они потом в дальнейшем жить в социуме, им довольно сложно. Ну, какие-то вот, именно вот такие вот, некоторые моменты из воспитания мешают. То есть, и от этих моментов самому избавиться очень сложно. Блин, я речь сказала, мне можно лампочку тут вставить. Вот. То есть, ну, вот я сейчас начала задумываться, может быть, я даже своего ребёнка как-то не так воспитываю. Я стараюсь с ним очень много разговаривать, очень много. Мы разговариваем постоянно. У меня постоянно делала... Вот. Что-то я от темы отошла, мне кажется, довольно далёковато. Видимо, я с правильной стороны его откусила. Если бы откусила, а с другой стороны, здесь бы было мало мяса. И я бы уже дала вам другой отзыв. Кстати, мы с вами можем трансляцию прямую сделать с телефона точно так же. Но в прошлый раз я заходила в трансляцию в двух, по-моему, местах. На улице один раз. И потом ещё на выставке. В трансляцию... По итогу ко мне в трансляцию никто не зашёл. Когда очень долго на Ютубе что-то не делаешь, то про тебя начинают забывать именно трансляцию. То есть, видео выходит-выходит, вроде там посмотрят. А трансляция по итогу... Я думала, что от Ютуба уже все отошли. Перешли там в другие сайты. Ну, недавно зашла, нажала у себя колокольчик, смотрю, что-то у меня там 40, что-ли, написано было. Ну, что такое там у меня? Нажимаю. Ба! Там люди, народ, видео свои выкладывают. Там. Минуты назад, 5 минут назад, 40 минут назад, 30 минут назад. И вот так все, оказывается, не ушли из Ютуба. Я думала, все уже давно поуходили, потому что зашла к себе подписчик и начала смотреть. И сказала, там, какой-то канал мне надо было найти. Кстати, вот так и не нашла, видимо, он удалился, наверное. Хотя там было, я помню, что у них было очень много просмотров. Ну, достаточно было много просмотров. Не знаю, может, я просто не нашла его. Или, может, подписался, скорее всего. Да, но там бывает как-то. А, я залазю, короче, пролезу до самого-самого-самого конца, в конце там какие-то каналы есть, туда залазю и смотрю, а там, оказывается, уже люди свои видео не опубликовывают уже год, полгода, несколько месяцев, они уже были просмотры, было всё, было всё супер, да, там, ну, хотя бы каких-то 300 просмотров на ролики, блин, для меня это реально было бы очень классно, мне больше не надо вот 300, вот прям, очень хотелось бы. Вот, они ушли, ну, мало, 300, 300 мало, наверное, наверное, когда достигаешь 300, становится мало, хочется 500, хочется 600, 1000, полторы, миллионы хочется, да, ну, как мы обычно хотим, миллионы, чтобы там, а-а-а, а нас все знают, да, выходишь на улицу, а с тобой начинают все здороваться. Я, допустим, иду, когда по улице, особенно это происходит, знаете, замечаю осенью и весной, летом, ну, иногда летом, и некоторые разные люди мне улыбаются на улице, как будто они меня знают, мне улыбаются, или, бывает, проходят, здороваются со мной. Ну, это, типа, тоже, здрасте, ну, блин, а мы знакомы, но не подходит фотографироваться, как бы ничего, вот только вот так вот. Вот, думаю, видимо, я ещё мало известна, чтобы со мной фотографироваться. Наверное, когда уже это будет известно, когда вы выходите, а на вас набрасывается там куча людей, давайте сфоткаемся, дайте свой автограф там, или как-нибудь. И вы, наверное, думаете, блин, как классно я жила до этого. Спокойно вышла, спокойно прошла до магазина, меня никто не трогает, как это классно, как это хорошо. Ну, да. А, кстати, помидоры вот я там не почувствовала. Огурец вроде один там был, листья салата я там тоже не почувствовала, мясо только. Помидоры так и не нашла я. Не знаю, наверное, сегодня я пойду ещё раз в этот же магазин. Это был перекрёсток, это был, знаете, такой перекрёсток, в который людей заходит достаточно мало. И там бывают периодические какие-то вот акции, скидки какие-то на какие-то определённые товары, которые люди не так часто берут. Вот, видимо, там вчера была 74 цена рубля, сегодня, наверное, будет поменьше, надеюсь. Потому что она 21 марта, сейчас у нас март, выйдет ролик попозже. А годно она 7 суток, то есть плюс 7, 21 плюс 7, это получается 28 число. А сегодня у нас 25-е уже, 24-е, по-моему, 25-е сегодня. Или 26-е? Нет, по-моему, 25-е. Ролик, вид, конечно же, с хорошим опозданием, наверное. Не знаю. Посмотрим. Сегодня я ещё только иду покупать жёсткий диск, внешний жёсткий диск, чтобы свои данные на компьютере, на всякий пожарный перекинуть его туда, чтобы они не потеряли случай, там, чего-то, чего-то, чего-то. Потому что мой жёсткий диск забит, там, полтора терабайта, по-моему. Я думала, что у меня два терабайта, а оказывается, нет. И он сплошняком забит, то есть его опустошать. У меня как бы нет времени практически. То есть это видео нужно, каждое видео увидеть, просмотреть его. То есть какое-то видео удалить. Я уже частично удалила там. Но там осталось просмотреть, ещё не представляете, тысячи роликов, видео. Тысячи штук, представляете? Тысячи. И причём, получается, так, что они просто вот так вот все перемешались, и какой какого года, неизвестно. Я думаю, вот есть люди реально умные, они подписывают, ну, они даже на Ютубе выкладывают, я думаю, сохраняют у себя, подписывают под номером. Там 135-й ролик, 136-й, там 137-й, да? То есть подписывают, блин, ну это классно. Ролики, наверное, складываются по этим цифрам, или хотя бы его реально можно найти. У меня там вообще кошмар, когда тыкаешься на Димочку, где он маленький, ещё там с этими с длинненькими волосиками. Когда он там очень плохо разговаривает. Там всё, да, пля-пля-пля-пля, но его, в принципе, понимаешь даже. Не знаю, сколько там буду разбирать. А, кстати, я уже неделю, наверное, две не заходила, не разбирала этот диск. Не знаю, посмотрим. Поэтому я решила купить. Конечно, переплачиваешь достаточно много, оказывается, они были дешевле. Не знаю, почему я этот жёсткий диск не купил, когда он был дешевле. Почему? Он стоил где-то там 3,5-4 тысячи. Почему я это не сделала? Я не понимаю. Вчера я зашла, посмотрела, сколько стоит аккумулятор для этой видеокамеры. То есть в прошлом году я ещё хотела купить. Почему я не купила? Он стоит 3,5 тысячи рублей. Представляете, всего лишь 3 тысячи с половиной. Сейчас он стоит 8 тысяч. Два раза цена поднялась. 8. Это у меня анис. Кстати, была вчера зелёная сторона, что называется этот магазин. Всё для цветов, всё такое. Увидела, там продаётся анис. Эти вот прекрасные звёздочки. Вот я вот только вот сижу и думаю, а его пить можно? Если бы он продавался в магазине, там где... Ну... Всякие... Или цветов, да, там для осады, всё такое. Ну там был уголок сбоку, где всякие цветы, всякие сушёности, вот эти вазочки. Всякие, вот пить можно. Я думала, здесь будет написано. Мне кажется, там даже внутри ничего не написано. Нет, там просто... Ах, обалденный пахнет. Мне кажется, его нельзя пить. Не знаю. Ну, наверное, мне не надо. Ну, я его купила для творчества себе. Эпоксидкой залить, такие вот звёздочки, такой, знаете, подстаканник какой-нибудь сделать, такой апельсиночки, там где-то анисик, может быть. Хорошо, вы знаете, вот взять апельсин, они какие-то всегда вот такие вот огромные, да. Вот какой-нибудь вот кругленький, там, в диаметре сантиметра три. И вот апельсинчик вот так вот взять, вокруг разложить этот анис, там, что-нибудь ещё такое вот. Всё это залить эпоксидкой, всё это высохнет, вытаскиваешь, да. И... вуаля! Не, ну, можно, конечно, побольше взять. Сделать целый поднос, конечно, можно, но... Наверное, для целого подноса сама силиконовая форма, она довольно дорогая. И мне, честно говоря, хочется силиконовую форму, знаете, в ширину сантиметр. Потому что 8 миллиметров мне мало. А вот сантиметры я не могу найти. Сделать самой. Ну, как-то я смотрела, как делают другие. У них какие-то пузырьки там оказываются в процессе, потом непонятные. Там что-то ещё. То есть потратишь деньги, купишь время. А по итогу там, надо же ещё поверхность, даже раз глянцевая получиться. Короче, всё сложно. Не знаю. Потому что для сантиметра у меня, допустим, есть идеи. А для 8 миллиметров. Ну, это сложнее, конечно. Как-то пытаться впихнуть, уместить. Даже та же самая апельсинка. Я её резала тоненько, тоненько, тоненько нарезала, посушила. И всё равно она у меня выпирает. Всё равно она у меня выпукает и всё. Что-то, я не знаю, она сплыла, что ли. А то, знаете, как обычно бывает. Креветки вот валишь, например, в кастрюлю. Свалишь креветки. Все креветки достанешь, сложишь в тарелку, всё, идёшь мы с кастрюлю. Выливаешь эту кастрюлю в унитаз и в конце оказывается, вместе с ними, как-то через водопад, вылетает пару креветок. Ну, там, 3-4 штуки. Как, я их разве не заметила? Я же вроде всё там собирала, собирала, собирала и по итогу каким-то образом оставила. Поэтому здесь вот я тоже. Вкусно. Там такая классная фасолька. Так, ну чё. Здесь у нас, кстати, хлеб бродинский. Очень равном сыном. Очень понравился. Купили его случайно. Искали чёрный хлеб. Что-то я так взяла, смотрю, вроде бы он чёрный-чёрный. Ну, я принесла домой. А потом его понюхала. Как он пахнет, обалденный. Не знаю, мне кажется, я уже наела с довольным. Ну ладно, давайте. Поедим ещё бутерброд с маслом. И мне нужно будет уже собираться. Время уже 10.30, а в 11.30, через час, я уже должна буду быть на месте. Уже скоро будет мне звонить мама, наверное. Спрашивает, куда я пропала. А вы скажите, кстати, отрезайте вот эту чёрную корочку. Потому что мама всегда отрезала, а мамин папа, то есть мой дедушка, всегда ругался, что зачем она отрезает, это же хлеб, его нельзя, его тоже надо кушать. А мама всегда говорила, что будут потом проблемы с желудком, если его не отрезать. Ну, больной желудок там может быть, что-то такое, вот гастрит там, я не знаю. Так, и наша с вами печень трески. Надо её переложить в какую-нибудь баночку. В другую. М-м-м-м. Я чувствую, что я сейчас её доем. Даже прикладывать ничего не придётся. Вот такой у нас получился ботерпродик. Она может быть холодненькая, поэтому так вот легла всякими кусками. Карамель леденцовая, хлопушка. Ну, по-моему, мне кажется, это как раз вот ротная засыпаешь, и она там шипит во рту. Сейчас, кстати, стали придумать разные АСМР, когда под них засыпаешь. Всякие такие вот, там тоже микрофон покупают, такие вот штучки покупают. И такой вот микрофон близко подносишь, они хорошо записывают. И там всякие такие звуки, и под них прям... Я прям врубалась. Пока ТикТок не отключили, я каждый день смотрела трансляции всякие. Прям засыпала. Вкусно. Но всё-таки с белым хлебом, наверное, будет повкуснее, с чёрным. Как-то так. Наверное, кстати, сейчас спросите, Наташа, почему ты на завтрак так много кушаешь? Я скажу ей, объясню вернее. Сейчас я нахожусь на диете. Скидываю свой вес. Я уже скинула достаточно, ну, как мне кажется, много. Я, конечно, не взвешивалась изначально свой вес, потому что я была очень толстая. У меня были реально тут большие руки, ноги, и просто я боялась на весах увидеть цифру 80 или 90. Мне реально было очень сильно страшно. И когда я только села на диету, прям вес ушёл очень быстро, то у меня такие более-менее нормальные. Тут стали руки, уже ножки такие более-менее нормальные. Вот сейчас я вешу 63 килограмма плюс-минус. Но что-то вот я который день замечаю, я уже достала весы свои, на них встаю по утрам, по вечерам иногда. Ну, они такие классные, на них можно вставать постоянно. Вот. Что-то вес очень-очень-очень плохо уходит, хотя я ем грейпфрукт, который вам всегда советовал, который, как мне, ну, не знаю, он мне всегда помогал. То есть он мне каждую ночь у меня 500 грамм убирал, всегда так было. То есть месяц я сижу на диете, два месяца. То есть он реально всегда мне помогал. В прошлом году он на диете не сидел, потому что вес был, в принципе, более-менее нормальный. В этом году, блин, я не знаю почему, но мне грейпфрукт реально не помогает. То есть, допустим, до этого я его поем, ну, да, ну, как было раньше, да, то есть я вечером его поем, с утра просыпалась, бежала в туалет, там из меня выходила воды, там просто вообще немерено. Можно было, не знаю, подставлять, наверное, огромные тазы. Вот. То в этот раз вообще ничего нет. Не знаю почему, они сочные, грейпфрукты, все. Не знаю, возраст, что ли, ну, вроде я не такая старая. Не под 90 же лет мне. Или грейпфрукты изменились. Но они все равно же сочные. Они такие же красные, как всегда были. Не знаю, я не понимаю почему, я уже на этих грейпфруктах, ну, нет, меньше месяца, наверное, сижу. Ну, вот я замечаю, съела, вчера я не ела его, плюнула, не стала. Вот. Что там шевелится? А на днях вот я съела, взвесилась, съела, с утра проснулась, меня там... А, там в объезд, по-моему, вообще не ушел. Ноль. То есть я съела грейпфрукт целый, который стоил 90 рублей практически. Там ничего не ушло. Блин, короче, что-то странное. Поэтому я кушаю один раз в день. Обычно я кушаю в обед, но поскольку сегодня у меня куча дел, я решила позавтракать. То есть на завтрак все это съесть. Я с утра уже взвесилась, я взвешусь, наверное, после прогулки еще. А когда приду при сном, там потом посмотрим, или один раз... Ну, один раз вечером, наверное, взвешусь, интересно, сколько у меня там будет. И взвешусь уже завтра. Посмотрим, будем корректировать. Но я замечаю, что, ну, в принципе, я ем, мне кажется, 1500 даже килокалорий, если в сутки кушать, все равно вес должен уходить. Я не понимаю, почему он не уходит. Я сладкое не ем, конфеты не ем, ничего не ем. Ну, то есть вот сегодня там только вот... И оно еще там... Небольшой батончик был вчера. Он оказался шоколадным, я думала, что он будет не шоколадный. Он его открыл, он оказался шоколадным. Ну, не знаю, мне кажется, вот здесь вот килокалорий в одной штуке... Сколько здесь может быть? Как вы думаете? А, 220 килокалорий в 100 грамм. А здесь у нас... Как я видела, сколько у нас тут? А, 200 грамм. А там сколько? 240, я сказала, да? А здесь 200 грамм она. 240 плюс 240, получается у нас 480. Ну, вот, считайте, вот я съела 480. Полбанки фасоль съела. Там у нас 90 килокалорий. Полбанки на 100 грамм. А здесь, наверное, ну, лапочка будет 90 килокалорий. Но все равно, мне кажется, 1500 не получается. Ну, масло, это, это как бы все. Больше я там целый день больше ничего не ем. У меня весна уходит. Ладно. Мне пора уже собираться. Хочу выйти пораньше, хочу пройтись еще немножко. Хочу, знаете, просто не спеша, не спеша прогуляться. Так, будем с вами вот эту хлопушечку сейчас пробовать. Хлопушку, что ли? Да, хлопушка называется. Как прям это, подросток уже немножко ее открыла. Сейчас там будет у меня, наверное, во рту все стрелять. Все там это. Так, ну-ка. А, там, кстати, с такими... Блин, как это сделать? Блин, как это сделать? Обалденные. Обалденные такие звуки, которые появляются у вас именно во рту, внутри рта. Такие, знаете, они похожи больше на костер. На какой-то костер, реально. Очень классные. Я попыталась сделать, а потом смонтирую, и там у вас будут очень классные звуки, я надеюсь, получатся у меня. Со вкусом апельсина. Мне понравилось. Вообще плюс сосучка. Плюс там какие-то вот эти вот хлопушечки, там всякие. Ну, блин, классные вещи. Вещи реально классные. Очень хорошо подойдет для АСМР. Вот. Надеюсь, что я вам позитивы дала на утро, на обед. Что у меня посмотрели. Все супер теперь будет. Потому что я, честно, такая, мне кажется, у меня над головой лампочка вот так летает. Такая прям ух, у нее настроение прям ух. Так, все, мне пора... 53 минуты уже. Мне уже пора выходить. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Та-та-та-та. Пишите, где... Какая у вас погода. Напишите. У нас прям вообще классно. Я сейчас заделюсь. Наряжусь и пойдусь. Всем пока-пока. Лайки ставим. И пишем комментарии. Хотите ли вы обзор на вот эту вот штукенцию. Отдельные. И еще добавлю вот эту. И, быть может, еще вот эту вот хотите. Сегодня зайду и еще куплю, если они будут. Но они, кстати, быстро заканчиваются. Народ, видимо, покупает. Всем пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok